здравствуйте если в отношении тухачевского слова о красном бонапарте еще в какой-то мере обоснованы то на мой взгляд и исходя из тех фактов которые у нас имеется именно фактов жуков в бонапарте никогда не стремился он был прежде всего военным профессионалом а не политиком и как раз таки политику он делать не умел и может быть это ему здорово помешал как бонапарт он себя никогда не рассматривал я бы так сказал если бы он поставил себе такую задачу стать бонапартом он бы пожалуй стал я имею ввиду в уже в послесталинское время потому что переиграть сталина я думал у кого была возможность да а вот переиграть никита сергеевич компанию было уже полегче если бы он ставил себе такую задачу она была бы выполнена но он ее не ставил имея таких за коллег во власти он вполне мог провернуть все что угодно и стать реально так суть лидером советского государства если бы он это хотел и если бы он был политиком но он все же был профессионал другой области взлет карьеры жукова действительно был крайне стремительно с должности командира кавалерийского корпуса он в сорок первом году в должности командира кавалерийского корпуса он находился тридцать девятом году а в сорок первом году в начале сорок первого года если вы точно то в феврале он стал аж начальником генерального штаба красной армии он до корпуса командовал кавалерийской дивизии до этого служил кавалерийских частях и вообще Вообще говоря, таких видимых предпосылок в его карьере не было. И более того, когда ему писал характеристику его тогдашний руководитель, командир Рокоссовский, он даже написал так, что к штабной работе способности не имеет. И это такая достаточно неожиданная формулировка, учитывая, что Жуков впоследствии стал весьма грамотным человеком, руководившим проведением крупнейших операций стратегического значения. Но, тем не менее, именно в последние предвоенные годы и даже месяцы Жуков сделал блистательную карьеру, и это нельзя вырывать из контекста эпохи. Действительно, говорят о репрессиях как причине, которая привела к освобождению многих должностей, но не будем забывать, что вверх поднялся Жуков уже после 1937-1938 годов. На момент начала своей вот этой блистательной карьеры, которая привела его к Берлину, он был тем самым командиром калерийского корпуса в звании Комдива. И репрессии уже реально закончились, если уж на то пошли. Это должности Комкора, а Комкором нет. Да, но это обычное дело. У нас, что называется, были случаи даже, когда дивизией майора командовали, имею в виду в 1941 году уже с начала войны. А так, обычное дело было командир дивизии полковник, хотя это генеральская должность. Но здесь прослеживаются аналогии, например, такие. Керпонос командует стрелковой дивизией, перед войной ставится на округ целый, причем крупнейший, киевский округ. Музыченко командует дивизией в финскую войну, становится командующим армией. Это была общая тенденция перед войной, выдвижение, хорошо себя показавшего на войне командиров, наверх. Отличился он, прежде всего, его Тулоном, вот опять же, говоря о Бонапарте и о бонапартизме. Вспомним, с чего началась карьера Наполеона Бонапарта, с успеха под Тулоном, когда он, руководяя республиканскими войсками, успешно взял сильно опорный пункт. И вот таким Тулоном для Жукова стал Холхенгол. Он добился успеха на Холхенголе, причем первоначально его отправили туда инспектором. Более того, его выдернули неожиданно с кавалерийского корпуса, не объясняя ничего, отправили в Москву. Опять же, как вспоминает его семья его дочери, о том, что его дернули абсолютно неожиданно. И он даже подумывал, а не будет ли продолжение 1937-38 годов. Там в момент уже все закончилось, на самом деле, и никаких прецедентов в окрестностях не было. Но, а вдруг, вдруг, так сказать, начинается новая волна. Такие соображения тоже присутствовали. Его туда отправили глазами и ушами Москвы в вот это вот дальнем, отдаленном от столицы театре военных действий, где разворачивались весьма важные с точки зрения политики события, поскольку во многом они определяли то, с кем будет Япония. И если японцев не проучить, то вполне возможно, что они полезут на наш Дальний Восток с большим энтузиазмом, расценивая нас как легкого противника. И вот его отправили туда наблюдать, надзирать, докладывать. И очень быстро, поскольку никого больше рядом не было, а события явно развивались не в пользу советских войск. Началось это все в мае 1939 года. В самом конце мая Жукова отправляют в Монголию. Руководил не он, командовал особым корпусом Фекленко. И как человека, который уже знаком с обстановкой, его ставят командовать этим особым корпусом. Понятно, что над ним еще было целые два этажа командующих, и не все он решал. Но тем не менее, ему дали возможность отличиться. И он отличился, причем он отличился не в августе, как принято считать, потому что принято считать, что он сделал. Он устроил Сталинград на Холхенголе, разгромил там целую японскую армию. На самом деле, все же, речь шла не об армии, а о нескольких соединениях. То есть, там, естественно, никакой там 200-300-тысячной группировки японцев близко не было. Но даже окружить пару дивизий, это было достижением. С учетом того, что район реки Холхенгол, он был крайне удален от всех точек, откуда поступало снабжение. Это была колоссальная проблема, элементарно даже снабжать войска там самым необходимым. И его успех был первый в июле месяце, когда японцы пошли в наступление, и японцы угрожали тому, чтобы устроить как раз-таки Красной Армии окружение котел, окружить советские войска, находящиеся на восточном берегу вот этой самой реки Холхенгол, и устроить им такую репетицию котлов финской войны. А Жуков сумел это предотвратить, причем быстрыми решительными действиями, показав себя как командир, способный твердо управлять войсками, принимать быстрые решения. И вот это стало началом его карьеры. Следующий шаг стал августовский разгром, когда он сумел скрытно собрать ударные кулаки, окружить японцев, разгромить их, преподнести серьезный урок. Это ему принесло звание Героя Советского Союза и стало стартом его карьеры. В этот момент как раз происходили вот эти вот движения, связанные с финской войной. Тимошенко, хорошо себя показавший в финской войне, опять же, как человек решительный, идет на наркомобороны. Жуков ставит командовать киевским особым военным округом. Это, в общем-то, округ, который был ключевым на западной границе. Это очень высокое назначение. То есть с командующим кавалерийским корпусом по численности личного состава, кавкорпусы, например, как стрелковая дивизия. Это не надо переоценить, не надо даже ставить это на одну доску с обычным стрелковым корпусом. Потому что стрелковый корпус, это три стрелковых дивизии, то есть втрое больше по численности, чем кавалерийский. Но вот это отличие и способность что-то делать в боевых условиях привела к быстрому продвижению Жукова и других командиров, которые себя хорошо показали на финской войне. Потому что Сталин, опять же, и советское высшее военное руководство хорошо помнили уроки Первой мировой войны. Оно прекрасно помнили о том, что далеко не все, кто казался блестящими до войны, хорошо себя показали в реальных боевых условиях. И вот люди, которые способны что-то делать в условиях противодействия противника, а не только, как говорится, организовывать учебную, боевую учебу, уметь находить какие-то, так сказать, ходы для продвижения себя наверх, вот эти качества, они считались главными и становились залогом больших взлетов. Не всегда это было оправдано с точки зрения последующих событий, скажем, продвижения Керпоноса, хотя я считаю, что он был крепким и хорошим командиром, но, тем не менее, вот этого взлета, он был слишком высоко. А в армейской среде ему как раз-таки пришлось ставить и завоевывать себе авторитет, потому что, строго говоря, он был, так сказать, выскочкой. Конечно, успех на Холхенголе — это очень много, звезда, героя. Как говорится, сияющая на груди — это весьма серьезно, но рядом с ним оказались люди вполне серьезным бэкграундом, если можно так выразиться, сделавшие карьеру по штабной линии, по командирской линии. И нельзя сказать, что его восприняли как нового командующего округом, сразу, что называется, со спастертыми объятиями. Ему надо было себя показывать и ставить. И то, что он сумел заслужить доверие на этой должности, привело к его выдвижению на начальника генерального штаба. Напомню, что одним из ключевых событий на пути к этому назначению были игры на картах, которые проходили в ходе совещания высшего командного состава Красной Армии, когда Жуков последовательно играл и за красных, и за синих, то есть из-за наших, и за немцев, то есть в разных сценариях, на разных направлениях. И опять же, он себя показывал человеку, который способен принимать решения в быстро меняющейся обстановке. Вот это сделало его в глазах тех, кто назначает, и в первую очередь Сталина, тем человеком, которым можно доверять. При этом надо сказать, что Жуков не стал сходу, придя на должность начальника генерального штаба, говорится, ломать дрова. Иногда ему приписывают решение о создании 30 механизированных корпусов, но документы, которые в последнее время, так сказать, найдены, появляются, можно вполне определенно утверждать, что это решение ему досталось в наследство. То есть на момент, когда он пришел на должность начальника генштаба, оно уже сформировалось, это решение, и он фактически только его реализовывал. Другой вопрос, что оно в некоторой степени дезорганизовало советские танковые войска, то есть это столь масштабная программа, начатая в начале 41-го года, за несколько месяцев до немецкого нападения, она, нельзя сказать, что имела только положительные стороны. Вот я в своей книге о Жукове пишу о таких вот создании пожарных команд, как идеи Жукова, но все же сейчас, под давлением документов, я вынужден признать, что идея была не Жукова, и он ее, скорее, поддерживал и реализовывал на практике. Кроме того, ему досталось хозяйство, прямо скажем, неблагостное, с боеприпасами, и, собственно, энтузиазм у него относительно начала войны с Германией, я думаю, не было абсолютно никакого. Да, оно не было изначально, он понимал, что ситуация будет тяжелой, безотносительно даже сценария вступления в войну. Но люди, с которыми он служил на Холхенголе, они, в частности, образовывали его команду. И те люди, с которыми он двигался дальше. Так, безусловно, к его команде, хотя иной раз их судьба разносила по разным фронтам, относился Захаров, не который не МВ Захаров, а который ГФ Захаров, который Георгий Захаров, который был его заместителем на Западном фронте под Москвой, позднее командовал в Втором Белорусском фронте в Багратионе. Этот был человек в его команде. Потом был Соколовский, который был долгое время у него начальником штаба. И именно был хорошим начальником штаба. Когда Соколовского в одиночку поставили на Западный фронт именно командовать, он успеха большого не добился. А так, в дальнейшем, как в связке с Жуковым, он работал вполне хорошо и дошел до Берлина. У него достаточно сложные, на самом деле, были отношения с Ватутиным, который командовал Первым Украинским фронтом, Воронежским фронтом, а с Жуковым они несколько раз пересекались. И в генштабе, когда тот был начальником оперативного управления у Жукова перед войной, и затем, когда Жукову послали после Прохоровки исправлять ситуацию на Воронежском фронте под Курскую дугу. Я напомню, что произошла Прохоровка, и вот у нас это обычно говорят, что большая победа. Так, кстати, мы затоптали танками проклятые эсэсские дивизии. Это не так. Может быть, ему это мешало иногда, что он резко высказывался о ком-то. И я говорил о Ватутине. После Прохоровки, которая, к сожалению, не оправдала ожидания Верховного командования, когда прислали свежую танковую армию, а разгрома не получилось, а получился достаточно ограниченный результат этой ввода. И Жукову послали на Воронежский фронт разбираться. Хотя у него самого были совсем другие творческие планы, руководить наступлением против Орловской дуги, контрнаступлением против немцев. Тем не менее, Жукову туда посылают, к Ватутину, и в дальнейшем, вот этой связке Жуков-Ватутин, они прошли всю и левобережную, и правобережную Украину. Но позднее Жуков высказывался, причем он высказывался в узком кругу, который, так сказать, писали у нас, благодаря тому, что наши спецслужбы тщательно документировали, что там Жуков говорил в застольных разговорах, у нас есть просто потрясающая возможность знать, что он думал на самом деле. Очень многое сохранилось, то есть, может быть, не все нам доступно, но очень многое тщательно записывалось, и позднее даже Жукова вызывали к Семичастному, и просили объяснить, что это он говорил на похоронах Крюкова. Точнее, не похоронах, на поминках Крюкова, что это они обсуждали там и военные пенсии, и написание истории Второй мировой войны, и что же вы, Георгий Константинович, там, извините, несли. И Ватутин, на самом деле, критиковал за то, что тот хороший штабист, но не очень хороший именно харизматичный начальник. Да, поскольку командующий, к нему нужны еще дополнительные качества. Есть прецеденты того, что хорошие штабисты были хорошими командующими, но есть и отрицательный пример, вот то, что я приводил Соколовский. Ватутин, по моему мнению, Жуков все же к нему чрезмерно суров, потому что, да, были косяки, но у кого их не бывает, и Ватутин скорее положить, например, штабиста как хорошего командующего. Тут нам еще подсказывают, смс-ка, что был такой человек Баграмян, но я бы сказал, что с Баграмяном Жуков в большей степени дружил, чем тянул его за собой. Я напомню, что он все же воевали, они редко бок о бок, да, и это скорее исключение, чем правило их столкновения по служебным вопросам во время войны. А вот после войны, и особенно в период опалы, Баграмян был один из тех, кто поддерживал Жукова и с кем он искренне по-человечески дружил. И я думаю, одна из причин того, что они так дружили, это было то, что Жуков ценил Баграмяна как военного профессионала, потому что это было для него очень важно. И вот когда, например, на Западном фронте под Москвой разговаривал с командующим, он часто ему устраивал выволочки за какие-то неверные решения. Его раздражало, когда человек непрофессионал. Вот это его раздражало больше всего. То есть, может быть, какие-то его другие качества волновали Жукова меньше, а вот непрофессионализм это то, что... То есть вот это его приводило в белые колени. Да, белые колени он там когда не терпел, а еще он всегда хорошо вел основную документацию. Вот несмотря на такую скептическую характеристику Рокоссовского, вот всегда четкий признак того, что приходит Жуков, это упорядочение учета. Вот всегда введение документации выходит на хороший уровень. И это как историку всегда приятно. Приходишь, сразу появляется орнонг, порядок и прочее. А вот даже это относилось к тем, с кем он вместе работал. Пришел Захаров командовать 2-й гвардейской армией летом 43-го года, сразу наладился документ обороты, сразу стали вовремя сводки присылать, сразу, так сказать, численность личного состава нормально учитывается, все видно, потери, все сразу становится нормально. Вот опять же говоря о тех, кто воевал рядом, вот у Конева с документацией было гораздо хуже. Вот он пришел на Первый Украинский фронт вместо Ватутина, сразу падение уровня документации. Вот сравниваешь, так сказать, Первый Белорусский, Первый Украинский, ведение документации «Небо и земля». Ну, это в любопытном наблюдении от историка. Да, поскольку, на мой взгляд, это еще и характер человека. Вот если характер, он там харизматик, он может не обращать внимания на документы, а когда человек гармоничный, у него все хорошо. Нет, в финской компании Жуков не участвовал. Если говорить о том, кто участвовал, но не любил об этом вспоминать, это Чуйков, это известный наш военачальник. Но вот он про финскую компанию, несмотря на свое участие в ней вспоминать, не любил. Жуков, ну, не пришлось ему участвовать. Да, вот поджил, но довелось. А вот в финской никакого отношения. Так вот, говоря о жестокости, о том, что он был мясник и прочее, прочее, вот эти вот все легенды, которые пошли, на самом деле, уже после его отставки. На самом деле, к сожалению, первым этот вброс осуществил Конев, который после Октябрьского пленума 1957 года, как он позднее говорил, мне заставили подписать статью, но я думаю, что... Ну, не очень в это верится. Ну, тем не менее, она написана явно профессионалом. И человеком, который знал, как говорится, что можно набрасывать на вентилятор. И тогда Жукова обвинили в больших потерях и обвинили в потерях на Зиевовских высотах. И с этого все началось. И дальше пошла легенда о том, что вот Жуков особо кровавый. Дошло это до, так сказать, своего апогея, что один у нас известный писатель говорил, свалим Жукова, а дальше, так сказать, все сами попадают. И, в общем-то, это оставь его, я имею в виду. Ну, естественно. Да, он в письмах писал о том, что Жукова свалим. Потому что, действительно, Жуков был нашим национальным героем и является по сей день нашим национальным героем. Поэтому его сваливание, да, оно серьезно бы пошатнуло все здание отечественной военной истории и истории Второй мировой войны. Вот эти все рассказы про жестокость, они не подтверждаются ничем. Начнем с главного. Во-первых, документы. У нас не надо нам рассказы. Давайте о документах, которые он сам лично писал. То там он как раз говорит, я запрещаю атаки в лоб на укрепленные населенные пункты, использовать охваты, обходы. И Жуков был одним из родоначальников внедрения в Красную Армию тактики штурмовых действий. То есть небольшие отряды бойцов, химиков, сапер, при поддержке артиллерии, иногда танков. Вот эти небольшие отряды, аналогичные штурмовым группам немцев в 18-м году, должны были просачиваться в глубину обороны, атаковать опорные пункты с фланга, с тыла, и тщательно подготовленные вот этими атаками, высокопрофессиональными, отработанными, так сказать, на макетах местности, они должны были сокрушать оборону противника. И вот эта тактика штурмовых групп, Жуков был тем, кто ее внедрял, и всячески в своих приказах ее заставлял как можно шагу распространять. Хотя в условиях свежесформированных дивизий под Москвой это было делом непростым, но тем не менее это изо всех сил внедрялось. И он твердо требовал сохранения людей прежде всего. Это идет красной нитью во всех его приказах, начиная с 1941 года, и эти приказы опубликованы, а перед Висло-Одерской он прямым текстом написал, «Одной из задач этой операции является сбережение людей и опора на технику». Он это писал прямым текстом в своих приказах. Не видя даже места, он хорошо умел читать карту, он говорит, почему вы не используете вот эти, вот эти, вот эти маршруты обхода, зачем вы атакуете в лоб, вы уже там две бригады танковые размотали, и что же вы, ирыды, делаете? Это, опять же, четко все есть в опубликованных еще в 90-е годы документах. И поэтому говорить о том, что он наплевательски относился к жизням солдат, это абсолютный абсурд. Второй момент – это статистика. Если мы возьмем объективную статистику потерь и посчитаем их, именно удельные потери, когда у человека есть миллион человек на фронте, то потери из них убитыми, ранеными, заболевшими 100 тысяч – это одно. А когда у человека 300 тысяч человек на фронте, то потери того же, тех же 100 тысяч убитыми, ранеными, заболевшими, обожженными – это совсем другое. И у Жукова стабильно результат лучше, чем у остальных командующих фронтами. Его потери, его войск в процентном отношении к общей численности, доверенно моего личного состава, оказываются ниже, причем оказываются ниже. И в 41-м году, когда он ведет контрнаступление под Москвой, он умудрился потерять, так сказать, меньше, значительно меньше, чем Конев на соседнем Калининском фронте, который, на самом деле, находился, может, даже в более благоприятных обстоятельствах в отношении обороны немцев. И то же самое Висло-Одерское, то же самое под Берлином, и он обгонял, например, того же Малиновского под Будапештом. У Жукова, с точки зрения объективного подсчета, со сбережением личного состава, было вполне хорошо. Он умудрялся решать задачи достаточно сложные, меньшими потерями. Понятно, что там Будапешт, Висловодиск, они, может быть, нельзя их напрямую сравнивать, но вот отличная совминка, Жуков, Конев всегда идут рядом по примерно одной и той же местности, примерно одинаковых условиях с точки зрения сопротивления противника. Результат разный. Поэтому называть Жукова-Мезняком нельзя. Ему поэтому и доверяли фронт численности под миллион человек, потому что знали, что он сумеет решить задачу и потерять людей из этого миллиона меньше, и сумеет эту махину ворочать. И, собственно, одна из проблем была то, что Жукова выдернули с командования Западным фронтом, который был действительно монструозным таким объединением, самым большим в Красной Армии, и долгое время не могли найти ему замену. И, в конце концов, на это дело плюнули и нарезали этот Западный фронт на несколько белорусских фронтов. Что никто другой вот эту махину ворочать не мог. Потом Первый Белорусский фронт разросся до того же миллиона человек, но на этот раз им руководил Жуков, который мог этот миллион человек, вооруженных самым современным оружием и огромным количеством боевой техники, мог им ворочать, и ворочать грамотно, и использовать все его возможности. Но мне очень ценно мнение в этом отношении Махмуда Ахмедовича Гореева. Человек, который все же генерал армии, человек, делавший карьеру еще в ходе Великой Отечественной войны, причем он воевал в тяжелейших позиционных условиях вот того самого Западного фронта зимы 43-44 года и в Ржевских баталиях. Это все Махмуд Ахмедович Гореев. И он доказал свою компетентность, и в том числе она, кстати, признана НАТО. То есть его прочили на самые высокие должности еще в 80-е годы. И то, что именно Гореев является поклонником Жукова, для меня это было весьма серьезным аргументом в пользу того, что Жуков... Это не полный восторг, это восторг с оговорками. Это именно рациональное оправдание того, что Жуков был действительно нашим самым профессиональным полководцем. И он, вообще говоря, был новатором в очень многих вещах. Если говорить, например, первая штурмовая группа, это то, что внедрил Жуков. Потом скрытность проведения операции. Ржев был очень тяжелым для Красной Армии, в том плане, что у нас не хватало... Боеприпасов было, скажем так, меньше, чем у немцев. Мы посылаем один тяжелый снаряд, обратно прилетают два-три. В этих условиях добиться под Ржевом хотя бы того, что добился Жуков, то есть смещение линий фронта, освобождение какого-то количества населенных пунктов, это уже было достижение. Я напомню, что под Ржевом, где воевал Жуков летом 42-го года, Красная Армия наступала, а на юге как раз-таки шло отступление. Приказ номер 227 был для войск Западного фронта совершенно неактуальным. И методичку Жукова, как прорывать оборону немцев современную, ее рассылали по всем фронтам, поскольку это было... То есть он нашел время составить подробную... Ну, это, естественно, не он лично, это составлял штаб, да. Да, но, естественно, он это все с этим сам знакомился и сам это все, естественно, редактировал. И, кстати, надо сказать, что Жуков, так вот я маленькую ремарку, находил время, будучи министром обороны, читать выпускавшиеся диссертации, то есть защищавшиеся диссертации, которые в этот момент выходили, он их давал себе труд читать и иной раз критиковать. Это как раз-таки среди министров обороны большая редкость была. А вот он находил на это время, несмотря на то, что он руководил министерством в достаточно трудный период 50-х годов, там и сокращение армии, и провожение, все на свете, это тоже характеристика человека. Например, что еще инновации Жукова? Он умел вводить самостоятельные механизированные соединения. Когда Жуков критикует Сталина за то, что тот недостаточно профессионально воевал, не все знал, надо внимательно вчитаться в формулировку его критики. Сталин, безусловно, был человеком компетентным в военной области, и в военной стратегии, и во многом еще. Но если мы внимательно вчитаемся в то, что сказал о нем Жуков, он говорил о том, что Сталин плохо понимал современные средства борьбы. И вот эти современные средства борьбы, это самостоятельные механизированные соединения, танковые дивизии, которые у нас, это были танковые механизированные корпуса. Вот этот Сталин понимал, при всем, опять же, уважении к Верховному, который испытывал Жуков, он действительно плохо. И именно когда Жукова сняли с начальника генштаба, началась бригадная ересь, отказ от танковых дивизий как таковых, и все то, чем Красная Армия страдала несколько месяцев до мая 1942 года, когда одумались, набили шишки в зимнюю кампанию 1941-1942 годов, и стали так и быть, формировать аналоги танковых дивизий. Почему был достигнут успех Висло-Одерскую? Почему Жуков потерял меньше людей, чем Коню? Поскольку Жуков четко понял новую немецкую тактику с отскоком из передовых позиций. Немцы, познакомившись с мощными советскими артиллерийскими подготовками, придумали идею отскакивать из передовых траншей назад. Жуков тщательно продумал сценарий действий на все варианты. Немцы держат первую траншую, немцы отходят далеко, немцы отходят недалеко. Разные сценарии от подготовки. Вот эти передовые батальоны, особые эшелоны, их поддерживали всей мощью артиллерии. У Конева они поддерживались отдельно выделенными батареями, что было недостаточно. И Жуков был полностью готов к этой немецкой тактике. Поэтому немецкая оборона на вот этом фронте под Варшаву, она рухнула и рассыпалась, как карточный домик. Именно благодаря инновациям Жукова. И Жуков хорошо умел в контрразведку. Его планы не вскрыли. Я на одной из передач об этом рассказывал, потому что даже лампочки выкручивали из тракторов. Вы говорили, как и свет автомобильных фактов. Да, вот это было, он это все умел хорошо делать. И это умел делать с 1942 года. Это скрытность поведения операции. Вот то, чего, может быть, не хватало тому же Тимошенко и командованию на юго-западном направлении в целом. То, что немцы вскрывали все же подготовку операции. А так вот, опять же, сказали Гореевского публично, что разбор истории не нужен. Это путают, путают, путают совсем другого. Еще к Жукову говорят о том, что он чуть ли не лично расстреливал. Это да. В разговоре с дочерью Жукова, с Марией, я интересовался этим вопросом так вежливо. И мне сказали, что он вообще с собой пистолета лично не носил. Он считал, что у него есть охрана. А пистолет носить, это, ну, как бы только застрелиться, в крайнем случае, но это бессмысленно. То есть для человека его ранга это не требуется. Это лишнее, ну, это украшательство себя. Поэтому лично расстреливать он, скорее всего, технически не мог. Но существовала практика отдачи под трибунал. Если, опять же, смотреть документы, то, да, Жуков отдавал периодическое распоряжение. Вот этого отдать под трибунал, этого отдать. Но это не означало, что его хватали под белые руки и прислоняли к ближайшей березе. Здесь показательная история командира дивизии, армии Ефремова, который оказался в окружении, он допустил промашку, ударили во фланг, там чуть ли не окружили. Ну, по окружению оно было условно, там рыхлое. Но, тем не менее, его вывезли на большую землю самолетом, судили и отправили с понижением командовать стрелковой бригадой. Он отличился в битве под Сталининградом, был, так сказать, восстановлен до уровня командира дивизии и благополучно довоевал до конца войны. Но при этом понятно, что если трибунал рассматривал и выносил приговор, то, да, могли быть последствия вплоть до Рассеев. Но Жуков сам, опять же, на посту командующего фронтом, такие фокусы были малореальны. Я бы даже так сказал, что уровень командира дивизии, командира корпуса, он был более выгодным в плане того, что человек мог расправляться на месте, на поле боя. На поле боя. Я почему-то решил, что... А так, когда под трибунал отдать ее в судебном порядке, это все рассматривать, потому что Жуков не находился, так сказать, в боевых порядках. Жуков занялся мемуарами после своей опалы в 58-м году, но значительно ускорились сам процесс написания в 71-60-х годах. Мемуары писались под очень жестким давлением сверху. Имеется, опять же, вот, как объяснить разницу в изданиях? В чем разница? Дело в том, что существуют рукописи Жукова, которые написаны им лично. Хранятся они в РГВА, в Российском государственном военном архиве. И по этим рукописям, собственно, и восстанавливали издания. Понятно, что, может быть, библиографическую ценность имеет там первое издание, новость АПНовская, но я бы посоветовал просто уже самые последние издания, которые выходили в 90-е годы, да, они, так сказать, несколько волн выходило, по-моему, волн и пресс выходили, они уже были восстановлены по вот этим его рукописям, и они в наименьшей степени содержат какие-то дополнительные правки. Поскольку Жуков писал под большим давлением, он был вынужден иной раз говорить что-то иносказательным. Но, тем менее, он один из немногих, кто обращался при написании мемуаров к документам, и более того, считал это обязательным. И, глядя на него, то же самое делал Баграмян. Вот есть два человека, росписи которых есть там в документах высшего командования, Верховного командования, уже в процессе написания мемуаров. Другие этим не утруждались, очень, я бы так сказал, не другие, не все остальные, а очень многие этим не утруждались, и не пытались там проверить свою память по документам. Жуков этим занимался очень серьезно, у него было достаточно времени на это, в силу обстоятельств его опалы. Есть и другие прецеденты, например, Сандалов, который после авиакатастрофы оказался прикован к инвалидной коляске. Вы мне не могли бы уточнить, Сандалов кто это? Л.М. Сандалов это начальник штаба 4-й армии в 41-м году, впоследствии был начальником штаба 20-й армии, начальник штаба фронтов, в общем, он был такой грамотный штабист наш, и он писал исследования и мемуары, опираясь на документы. Это еще один пример того, как надо делать. Вот Жуков поступал точно так же, он брал документы, читал, вспоминал, и поэтому даже такой не очень значительный эпизод, как военные игры января 41-го года, когда вот их очень любят в кинофильмах, что вот как Жуков подходит к Павлу и говорит, вот так вот тебя будут громить немцы в 41-м году, это абсолютная ахинея. Никакое сходство между играми января 41-го года и тем, что происходило на Западном фронте в июне 41-го года, нет. Ни по сценарию, ни по ходу боевых действий, они никак не совпадают. Так вот, Жуков описал эти игры наиболее точно. И то же самое касается многих других моментов. Он, естественно, не мог написать о Ржеве. Все, что он знал и думал, и то, что, может быть, к сожалению, из-за этого безвозвратно потеряно. Но у нас, извините меня, Ржев был настолько засекречен, что даже в секретных операциях советских вооруженных сил Великой Отечественной войны, такой четырехтомник 57-го, 59-го годов, Ржева нет вообще. Что уж говорить о воспоминаниях и размышлениях, которые выходили огромными тиражами. Поэтому надо понимать, что какие-то пропуски, которые он был вынужден делать, и понимая, что иначе их не сдадут. Но при этом он писал для людей грамотных, понимающих, что там написано в документах, и часто его оценки, которые прячутся за какими-то общими словами, они окажутся абсолютно точными. Есть, так сказать, мечта издать мемуары Жукова с ножками, с комментариями и объясняющими контекст событий. Потому что, например, Просковско-Черновецкая операция в четвертый год, когда его заставили, Сталин переделал его план, он представил план, ставку, план переделают и углубляют операцию. В итоге первый танк в армии немецкую ее окружили, не удалось ее удержать. И Жуков вполне четко написал в своих мемуарах, что надо было делать, оставить там армию Катукова на северном берегу Днестра. Он точно, честно написал, и действительно это решение было наилучшим. Отношение Жукова и Сталина, действительно, я вот об этом говорил, о том, что Жуков считал, что Сталин недостаточно профессионален в отношении новых средств борьбы, но несмотря на свою вот такую оценку и вообще оценку и репрессий, он на самом деле критически высказывался в репрессиях. Он говорил, что Сталин был вполне достойным верховным главнокомандующим. То есть он уважал качество личное этого человека и его профессионализм именно как способного аккумулировать ресурсы всех видов. Как были вместе хорошие команды, не зря он стал заместителем наркома обороны. И не зря Сталин, Жукова направлял везде, где горело. Загорелась под Сталинградом, Жукова сдергивает Лос-Паржева и отправляет туда. И так везде. И точно так же облажались там, ну не облажались, так сказать, недостаточно хорошо выступили под Прохоровкой, и туда направляют Жукову. И так везде. Был хороший вопрос про самую лучшую операцию, самая блестящая, о нем чуть попозже. А вот почему товарищ Еременко очень плохо отзывался о товарища Жукове? Произошло это потому, что Жуков крайне скептически относился к версии, появившейся в период правления Хрущева, о том, что именно командование фронтов под Сталинградом придумало операцию «Ран», которая завершилась блестящим успехом. И товарищ Еременко писал в ставку свои предложения по тому, как проводить операцию, но, честно говоря, это обнять и плакать. То, что в итоге сделали танковые армии, товарищ Еременко предлагал сделать кавалерийским корпусом. Понятно, что этот кавалерийский корпус бы немцы растоптали в первые дни и даже не заметили. Всякие диверсионные акции, там, отряды по подрыву железнодорожных путей, в общем, план был, прямо скажем, не предел совершенства. Это мягко. Да, это мягко говоря. Он опубликован, я его даже честно дал, у меня книжка есть по Сталинграду, и это действительно абсолютно беспомощная бумага, которая не является предтечей операции «Ура». Поэтому, когда Жуков откровенно критиковал командование южного сектора, юго-западного направления за то, что не они придумали план Сталинградской операции, это было абсолютно справедливо. Естественно, это вызывало неудовольствие и Никиты Сергеевича Хрущева, и Еременко, которые, опять же, позиционировали себя как творцами победы. Понятно, что заслуга их есть в практическом реализации плана, но придумали его не они. И, возможно, еще одна из причин нелюбви конкретно Еременко к Жукову, это то, что его обидели и не дали ему ликвидировать окруженную Сталинградскую группировку. Он думал, что это поручит ему, а поручили Рокоссовскому. Причем Сталин в этой ситуации перевел все на Жукова, и когда Еременко расстроенный звонил Верховному и спрашивал, что ж мне так доверие не оказали, да, тот ему говорил все вопросы Георгия Константиновича. Естественно, это осталось в памяти, стало такой обидой. Понятно, что в данном случае как раз-таки решение все же окончательно принимал Сталин, а Жуков стал тем человеком, который вот эту пилюлю заставил Еременко съесть. Поэтому отношение, оно вот из этого сформировалось. Это не из-за того, что не из-за каких-то объективных претензий Еременко к Жукову. Это вот именно вот эти вот, во-первых, то, что не он автор плана, и то, что не ему доверили потом принимать революцию Павла. То есть не отняли, не купили. Ну да, да, это, конечно, нельзя, в общем, так вот говорить, но тем не менее. Жуков и Хрущев. Да. Конфликт Жукова и Хрущева стал, пожалуй, самым драматичным, даже, я бы сказал, более драматичным, чем конфликт между Жуковым и Стальным после войны. Жуков, с одной стороны, поддерживал реформы, проводившиеся Хрущевым в армии, когда шло сокращение армии, перевооружение на новую технику. Все это, как министр обороны Жуков проводил в жизнь. Жуков поддержал Хрущева на июньском пленуме 57-го года, когда вот эта вот антипартийная группа им, и примкнувший к ним, шипила, да, что даже приходящего четвертым к бутылке водки советские граждане говорили, и примкнувший к ним. Да, это была известная история. В общем, Жуков поддержал в этом отношении Хрущева, а через несколько месяцев Никита Сергеевич ему ответил черной неблагодарностью. И причины этого несколько. Во-первых, да, то, что я уже говорил, Жуков крайне скептически относился к заслугам Хрущева на войне. И прекрасно, так сказать, он понимал и осознавал, что Никита Сергеевич кователем победы не был, в том числе под Сталинградом. То есть он был одним из участников, но не он придумывал все планы. Кроме того, возможно, одной из такой ошибок Жукова была фраза, сказанная им на июньском пленуме, что без моего приказа никакие танки никуда не поедут. На что партийное руководство услышало свое, что не по нашему приказу они никуда не поедут, а по приказу вот этого человека они никуда не поедут. И вот это противоречие, так сказать, привело к тому, что Жукова очень некрасиво снимали с министра обороны. Когда его отправили в Югославию и Албанию с визитом, и за его спиной на него написали кучу, так сказать, жалоб, и в том числе опять шло сокращение армии, и он предпочитал кого сокращать? Плитруков. Он очень логично это потом объяснял. Самое главное, что внушает большое уважение в Жукову, что он был не политиком, не лизоблюдом. Когда его вызвали на вот этот вот пленум Октябрьский, где начали его гнобить за политруков, прочее он сказал, а зачем нам политруки? Есть же командиры, командующие, вот они должны составлять костяк партийного руководства. Зачем еще какие-то люди? И вообще вот его поведение на этом пленуме показывает его, как, во-первых, человека честную примок, с другой стороны, не понимающий вот этот балет. Игорь, вот эти игры и интриги, наверное. Когда на него накатывают, ему надо было сесть и говорить, ой, дяденьки, ой, виноват, ой, простите. Возможно, в этом случае, если бы он вот так вот согнулся с самого рост, а он воспринял вот эти наезды на него всерьез, он сказал, во-первых, что же вы мне раньше не говорили? А, да. Только что ко мне не было никаких претензий. И тут вы мне укатываете качество. Так вы это же все утверждали. Это все проводилось в том числе с вашей санкцией. Что же вы на меня сейчас ныжели? Сказали бы несколько месяцев назад, я бы это не проводил. И вообще его выступление, оно было настолько, так сказать, поперек линии партии, что Хрущев начал ему напоминать про регламент. На что, опять же, Жуков ничтоживший шумнящий сказал. Какой регламент? Только что выступали два человека, час двадцать говорили. А что же мне не разрешаете говорить? То есть, вот, так сказать, честно, прямо по-солдатски, а против него вот это вот, так сказать, партийный вот этот балет. И Жуков, естественно, вот на этом пленуме, он не пошел по тому пути, который, может быть, от него ждали, что поклонится, согнется, да, покажет себя, так сказать, верным делу Ленина Хрущева, и, возможно, его простят. А его реально отправили в опалу в худшем смысле этого слова. Его не отправили в так называемую райскую группу. Это, да, старые военачальники. А по-английски объясните, пожалуйста. Да, значит, райская группа, это была группа военачальников, которые по своему возрасту, по состоянию здоровья уже не могли занимать высокие руководящие посты и работать, как говорится, по 20 часов в сутки. Их направляли на работу в службу инспекторов Министерства обороны, которая не требовала даже ежедневного присутствия на рабочем месте, при этом им сохраняли денежное содержание, периодически они выступали на разного рода конференциях, давали какие-то советы. В общем, это была такая почетная отставка с сохранением многих атрибутов власти. Жуков уже вместо этого оклада оставили пенсию, небольшую по меркам той должности, которую он занимал. Сильно урезали все его привилегии, как высокопоставленного военачальника. Что бы ни говорили, человек для нас сделал очень много на своем посту, как командующий 1-го Белорусского фронта. Причем вот эти вот, я так понимаю, что эти привилегии, это машина. Не, машину мы дали, которая не вовремя какие-то ремонты делались на его даче, которая опять же была ему отдана пожизненно по приказу Сталина. В поселке Победителей. Да, но его всячески отодвинули от всех тех вещей, которые были обычными для тех, кого отправляют в почетную отставку. Именно в том числе за то, что он не прогнулся под власть. И за ним опять же пристально следил комитет. И все, что он там говорил, это все тщательно записывалось. И была определенная надежда, что с приходом Брежнева все изменится. Но вот его строптивость, вот эта простая солдатская приманка, что если что-то вам не нравится, вы говорили бы раньше. И вот эта вот деградация советской элиты, она началась. Я бы так сказал, отставка Жукова, это один из поворотов Советского Союза не туда. И дальше, и опять же бесконтрольное развитие армии. Вот что, опять же, благодаря записям нашего дорогого комитета глубинного бурения, нам известно, что говорил Жуков. И он говорил о том, что раньше при Сталине думали о народной копейке. Да, мы запустили Гагарина, и Жуков прекрасно знал, сколько это стоило. Он сказал прямую сумму, 4 миллиарда советских рублей. Тех рублей. Да, это стоил запуск Гагарина. Это хорошо, это космос, но зачем это барственность приемов? Затем эти, так сказать, роскошные подарки. Затем это поддержка всяческих развивающихся стран, можно сказать, отсыпанием больших денег с барскими замашками. Отсыпать деньги за что-то, это нормальная внешняя политика. Политика, она пошла, вот это раскручивание бездумного расходования денежных средств. На это все Жуков обращал внимание, ему это было неприятно, он это прямо высказывал. Он говорил об истории войны. Ему же что, опять же, за ним КГБ записывал, и потом это все докладывали, и заставляли потом еще и объяснение давать. Когда он прямым текстом сказал, вот то, что написано в Хрущевской истории Великой Отечественной войны, это все вранье, что немецкие генералы то написали честнее. Вот это ему тоже абсолютно... О, да, это я боюсь, ему припомнили. Да, ему это хорошо припомнили, но тем не менее он говорил о том, что написано неправдиво, при том, что он, будучи министром обороны, было создано военно-научное управление генерального штаба. Именно при нем был, скажем так, старт начался еще при Сталине, при нем выпускались и работ при Жукове, и сборники боевых документов, и публикации тогда еще закрытые по истории войны. И если бы, опять же, Жуков сохранил свой пост еще, я думаю, хотя бы 5-7 лет, возможно, у нас была бы история войны написана лучше, потому что предпосылки к этому были. Многие публикации, которые должны быть, так сказать, преддверием большой многотомной истории, они были, но потом на это все наплевали, забыли, и все покатилось по наклонной. И то, что он старался максимально честно писать свои мемуары, и, опять же, давая намеки тем, кто в курсе, он старался это, разумеется, делать по максимуму. Конечно, у него были свои вещи относительно того, что он пытался где-то самооправдаться. Ну, 109. Ну, это нормально. Опять же, человек видит свою ошибку, и он старается и найти рациональное объяснение. Тоже те, кто не работают, только те не ошибаются. И опять же, вот сказали, почему Сталин от него не требовал прогнуться, а с Хрущевым пошла такая история. На самом деле, если сравнивать стенограммы двух, опубликованной, опять же, части стенограмм двух заседаний, одного сталинского, другого хрущевского, то вот, если не знать, какой когда написан, такое впечатление, что их надо поменять местами. С точки зрения общественного, за нас, когда прямо говорит рыбалка командующий, тогда он уже, по-моему, не был командующим танковой армии, когда он говорит, вот то, что нам предъявили на Жукова, это показания, данные в заключении, Новиковым. Новиков, да. Отстранили, да, он там дал показания на Жукова, что тот недоволен своим положением, так сказать, своей ролью, так сказать, показом его роли в Великой Отечественной войне. И рыбалка прямо сказала, показания были даны под арестом. Что вы хотите от этих показаний? И, опять же, то, что копали против Жукова при Сталине, это не закончилось вышвыриванием в такую опалу. Да, его отправили на Одесский округ, да, его отправили на Уральский войну. Уральский округ, да. Но, тем не менее, вот такого безобразного вышвыривания человека в опалу, как говорится, Хрущев очень многое делал правильное. И как раз-таки вот реформирование армии, строилась армия нового времени, строилась опирающаяся на ракеты, опирающаяся там на современные. Вот тоже нам задавали вопрос про взаимоотношения Кузнецова с Жуковым. Действительно, Жуков, будучи министром обороны, здорово ударил по флоту. И то, что флот, который начали при Сталине снова строить, так сказать, планов громадье, большой флот, это было недостаточно обоснованно. То есть, большой флот денег особо не было. Да, во-первых, да, хотя и были предпосылки к выходу на мировую арену, но, тем не менее, это все было чрезмерно, это было увлечением определенным, несмотря на общую тенденцию Сталина считать деньги, которые признавал Жуков. И вот это вот погром флота был, опять же, вот этим клином вбитым между Кузнецовым и Жуковым. И опять же, Жуков, он читал с карандашком, даже с ручкой, он читал мемуары Кузнецова с красной ручкой, я это видел, и там в куче мест он ставил вопросительный знак, говорил, и правда, что ли, писал. И про то, скажем так, явно некомпетентный с точки зрения сухопутных сил комментарии Кузнецова о 41-м годе, о том, почему были не готовы, и многие другие, так сказать, его мысли о том, что вот, а вот как все было просто сделать и прочее, прочее. И, скажем так, Жуков, он, вот эти чтения с карандашком, естественно, оно сложилось, в том числе сложилось его впечатление о Кузнецове Жукову. Но в целом, основной проблемой было то, что была линия партии на сокращение вооружений, в принципе, сейчас можно сказать, что она была разумной, и Хрущев ее нормально обосновывал, но тем не менее, она, естественно, приводила к каким-то обидам и прочим. Ну, ставят Жукову в вину трофею. Да, ну, нам сразу вот... Да, 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 да. На это я скажу так. О таланте полководцу сложно говорить, ты ничего не понимаешь, а опись из этого, это очень легко и знакомо, самое главное. Да, значит, в этом отношении скажу следующее. Следующее. Жуков был тем человеком, опять же, если просто смотреть банально приказы, которые он писал, который решительно боролся с тем, что тогда называлось барахольство. Это железной рукой наводился порядок, и причем рационально объяснялось. Солдатам говорил, что будут официальные репарации, там, так сказать, Германия будет нам официально восстанавливать экономику, и давайте не растаскивать барахло, не надо этим заниматься. Начальник картографического управления, который захотел отправить в Киев на родину рояль, его за это выпороли публично приказом по всему Первому Белорусскому фронту. Далее Жуков, опять же... Выпороли публично, это метафора? Нет, метафора, да. Метафора в том, что ему издали приказ, что вот этот человек сделал плохо, это сделал плохо, и так не делайте. А вот Жуков, как талантливый полководец, он же как, он правильно предположил, где надо ставить заслоны? На реке Одер. Все, что вывозится из Германии... А давайте мы на переправах реки Одер поставим контрольно-пропускный пункт, который будут проверять, что вывозится, если вывозится неприобретенное наличное средство, потому что понятно, что приобрести можно было очень много, а неоправданное любые, так сказать, барахольства, мы будем пресекать и разбираться. Более того, например, велосипеды. Вот известная есть фотография, что, так сказать, советский солдат типа отбирает велосипед. Да, да, да. Да. Был отдельный приказ про велики, было прямо сказано, что по штату советские военнослужащие в очень ограниченных объемах используют велосипеды. Штатный числ, так сказать, состав войск этого нету. А то, что вы разъезжаете на великах, давайте-ка мы все случаи будем поразбирать, и если это отобрано население, велосипед возвращаем, наказываем. Если человек купил за свои деньги, потому что реально могли купить деньги, сдавайте-ка их на склад, ребята. И это все максимально с этим бороться. Опять же, когда я читаю документы 8-й армии Чуйкова послевоенные, там шло разбираться даже за банки тушенки, что жалобы от местного населения за хищение любых ценностей, они разбирались. Алексей, а по-моему, ситуация у американцев совсем не так обстояла. Каким так, документов не читал, хотя, владея английским, ничего не могу сказать, но борьба Жукова с барахольством, она велась, я бы то сказал, в очень больших масштабах. Другой вопрос, что он, как человек, руководивший миллионным фронтом, он имел все возможности финансовые купить что угодно. Это объективная реальность, и командар мы могли купить очень многое. Что-то ему элементарно дарили, когда за освобождение Варшавы ему подарили ящик столового серебра, а потом этот ящик ему... Вменили в вину. Да, и, опять же, это очень многое могло было бы элементарно куплено за... Свои деньги. За свои деньги. Это возможности командующего фронта, который, опять же, если он сберег государство, 10 танков Т-34, это миллион рублей. И он сберег гораздо больше, чем 10 танков Т-34. Поэтому понятно, что партия правительства таких людей награждала, и по максимуму у них имелись большие возможности. Вот эти вот все подарки, они, опять же, что-то из тех оружий, которые было, оно еще до войны там покупалось, там что-то, опять же, подносилось как подарки. Есть еще мифический чемодан с драгоценностями, который при закрытом обыске у Жукова провели обыск. А чемодан не нашли. Не нашли. Жукова выдвинули вот эти вот все обвинения. Но главным обвинением было то, что он недоволен своим положением и прочее. И, естественно, за нелояльность его не забарахло. Потому что барахло, опять же, несмотря на все яростные раскопки, ничего, кстати, эдакого накопать не удалось. Я думаю, что накопали как раз-таки вот эту борьбу с барахольством в масштабах фронта, причем еще до того, как вступили на территорию Германии. Еще до этого было приказано все описывать. По трофеям. Да, максимально. При том, что понятно, что идет война, и вот это бесхозное имущество, оно искушает многих. И многие там поддавались этим всем искушениям. Но, тем менее, с этим велась борьба. Причем вел борьбу Жуков, опять же, для сохранения дисциплины в войсках. Да, и у него для этого было очень... Ну, понятно, что эти... Среди прочих. Да, среди прочих понятно, что чек могли снять с должности, отправить в тыл и прочее, прочее. Последний вопрос. Жуков и Тотский полигон. Да. То, что говорят, что приказом Жукова гнали солдат Советской Армии в эпицентр ядерного взрыва. Да, это распространенное заблуждение. Действительно, проводились испытания на Тотском полигоне. Тогда Жуков еще не был министром обороны, он был первым заместителем министра, и он лично в этом участвовал. Упроводились они с жесточайшим мерами безопасности. Самое главное, что нужно помнить о Тотском полигоне, это то, что взрыв был воздушный. Воздушный взрыв дает ограниченное воздействие с точки зрения радиации. Точнее, удар сильный. То есть взрыв в воздухе. Да, взрыв в воздухе. То же самое, кстати, было в Хиросиме. И если взрыв в воздухе, имеет место наведенная радиация, которая быстро исчезает. И уже на уровне даже десятков минут, эта наведенная радиация снижается до уровня вполне достаточно для того, чтобы проходили войска. И так оно и произошло. Когда послали отряды разведки, они убедились, что радиация спала. И после этого, опять же, войска нашли в бронетехнике. И благодаря этим драконовским мерам безопасности ничего эдакого не произошло. Никаких массовых смертей от радиации не было и быть не могло. В 90-е годы попытались установить памятный знак на месте, значит, убиения многих солдат радиации. И попытались с дозиметром найти точку, где сильнее всего светит, где произошел взрыв. Ага. Ее не нашли. А, понятно. И памятный знак поставили по карте. А, понятно. Да, поэтому вот учения показали, что для применяющего ядерное оружие оно практически безопасно. И, собственно, поэтому и пошло развитие. То, кто бросает бомбу, а потом идет наступление, для него это безопасно. И вот это открытие, оно стало прологом к развитию тактического ядерного оружия. И поэтому ТОЦки надо правильно понимать. Ничего такого там не было. Там драконовские меры безопасности гораздо более сильные, чем были у американцев.